Урок армянского, урок английского и урок украинского языков. Вот такое плотное расписание сегодня у тех, кто живет в Ереване. Интенсив будет продолжаться в течение нескольких часов, причем прийти на него могут как продвинутые пользователи, так и те, кто только привыкает к звучанию слов «баравдес» и «мерси». Учить язык приходят люди разных национальностей. На занятиях по армянскому можно встретить и русских, и украинцев, и этнических армян, которые всю жизнь прожили в другой стране, на родину вернулись только после 24 февраля. Хочется поглубже погрузиться в культуру народа, государства, где я живу, в той территории. Понять вообще логику, по которой они мыслят и разговаривают, потому что язык все равно так или иначе отображает какую-то логику и историческую подоплеку. Ну и помимо этого, самый главный мой такой триер – это то, что со мной все пытаются загадить на армянском. У меня, видимо, внешность похожа на армянина. И когда я им говорю «пожалуйста» по-русски, они делают такое «ааа». Обратите внимание, не «ци-цак», не «ц», а именно «ци-цак», 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 «ци-цак». Урок ведет Мушек Карапетян. Он учит слушателей армянскому и английскому уже 25 лет. Говорит, что у его родного языка особое стать, и людям из других языковых групп есть над чем поработать. Это вот отличие между буквами условно «х» и «г». Есть другие такие же, например, там «ц» – знакомая как бы буква для русскоговорящих, но при этом «ц» – незнакомая. Или там «ч» – знакомая, и «ч» – незнакомая. Армянский в этом плане сложнее, наверное, из всех вот языков, потому что он на один язык не похож, алфавит не похож, произношение не похоже. Ну, он, в общем-то, достаточно такой красивый, самобытный. Новичкам Мушек обещал, на первом уроке они выучат армянский алфавит. Для этого он разработал специальную методику. Она основана на том, что человеку проще запомнить не буквы, а вымышленные образы. Видите? Здесь арбуз у нас, здесь баррикада. Чуть-то сюда опять идем. Рядышком опять из арбузов выстраиваем гору. Построили? Почти час Мушек рассказывает слушателям сказку, в которой есть главные слова. Как выясняется в конце урока, все эти арбузы, баррикады и горы – это буквы армянского алфавита. А, Б, Г и далее по списку. Сразу после занятий по армянскому начинается урок английского, а потом украинского. И все это называется «День языков». Занятия платные, но все собранные средства идут на благотворительность. День языков каждую среду проводит штаб помощи украинским беженцам. Эта организация начала работать в Ереване весной этого года. И она помогает тем, кто был вынужден покинуть Украину после того, как путинская Россия начала свое вторжение в эту страну. В Ереване штаб начал работать в начале весны 2022 года. Активисты и волонтеры проводят общественно-политические акции и лекции, устраивают мастер-классы и праздники. Делают все, чтобы поддержать беженцев. Но на первом месте стоит помощь материальная. Основная наша деятельность с марта месяца это была сбора, выдача, распределение гуманитарной помощи. За это время уже получено больше 350 пакетов гуманитарной помощи. Я бы так сказала, что в один пакет это достаточно такая поддержка семьи на две недели. Раз в две недели мы. То есть семья может прийти неоднократно, а многократно в течение какого-то периода времени. Вот сейчас как раз семья из четырех человек. То есть у них набор повышенный. Получается так. Можно еще добавить вот так. И что-нибудь, к примеру, из таких овощей круп. Как их назвать? Чтобы было какое-то разнообразие. Волонтер, которого зовут Валентин, сейчас собирает продуктовый набор. Правда, ему приходится заниматься всем подряд. Вести учет гуманитарной помощи, составлять картотеку беженцев. Их, кстати, в базе штаба около 300. Чтобы помочь всем донатов за курсы армянского или занятия бальными танцами, их штаб тоже проводит регулярно, не хватает. Основная помощь все же для беженцев, это мы кидаем в чат по разным сетям сообщения, что что-то требуется, конкретно что. За эти месяцы те люди, которые нам помогают, уже знают, что в каком виде, какого веса и как приносить. Скажу, что мы распределили уже 7 тонн гуманитарной помощи. Это достаточно внушительная цифра. У нас достаточно приличную сумму средств. Мы оцениваем также пакет гуманитарной помощи в стоимостном виде. И люди прям вот, даже есть такие вот у нас волонтеры, благотворители, которые раз в неделю, они что-то знают, что приносить, приносят. В штабе постоянно находятся 3-4 волонтера. Им на помощь приходят те, у кого в день есть всего несколько часов свободного времени. Вот с этой стороны у нас находится одежда. Вот как раз один из наших волонтеров недавно, буквально вчера даже, еще раскладывал ее. И вот так вот все красиво сделал. Он прям в этом очень хорошо умеет. Он, кстати, музыкант. Тоже после войны пришлось немного переквалифицироваться. Ну и сейчас помогает у нас в штабе тоже. У большинства волонтеров русские паспорта. При этом они каждый день здесь, в Ереване, встречаются с украинскими беженцами. Пока никаких инцидентов не было. Как говорят в штабе, это потому, что гуманность не имеет национальностей. Если человек адекватный и понимает, что происходит, то это не зависит от того, где он находится. Есть точно так же и много людей в России, которые прекрасно все понимают, но не имеют возможности оттуда уехать. И есть точно так же много людей в Украине, которые Россию поддерживают и поддерживают эту войну. И, к сожалению, такие есть. И мы даже с такими сталкивались. Они сюда приходили. Несмотря на то, что беженцы. Да. То есть они приходят за гуманитарной помощью, но при этом Путин молодец. Вот это вот все. Буквально в эти минуты в телеграмме чата штаба помощи украинским беженцам висят объявления о том, что нужны волонтеры, которые помогут вести социальные сети, займутся созданием визуального контента, организуют акции. На гуманитарном складе заканчиваются продукты. Также нужны памперсы и бытовая химия. Штаб помощи украинским беженцам рад любой помощи. Есть возможность сделать денежный взнос? Пожалуйста. Хотите прийти на занятия и задонатить? Тоже будут рады. Нет средств, но готовы стать волонтером? Здесь вам в этом никогда не откажут. Заходите в телеграм-чат по этой ссылке. Она же будет и в описании к этому видео. Связывайтесь с администратором и начинайте помогать.